Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и телевикторина «След в истории». Подходит к концу наше телевизионное путешествие по памятным местам и событиям истории Чуваши. Но условия каждой телевикторины таковы, что мы обязательно должны озвучить правильные ответы на вопросы. Иначе как мы узнаем, кто победил? Не бесполезно будет вспомнить и самые интересные моменты проекта. Первую программу мы посвятили легендарному земляку Василию Ивановичу Чапаеву, одному из самых ярких действующих лиц российской истории. Огромную популярность Камдив приобрел благодаря фильму «Чапаев». Борису Бабочкину удалось создать настолько достоверный образ, что старики, жители Чебоксар, глядя на экран, вспомнили семью Чапаевых и заговорили о том, что Камдив – наш земляк. До сего момента считалось, что он уроженец Самары. Стой! Куда? Василий Иванович, чехи скутеру выбили! Чехи? А винтовка твоя где? Винтовка там! Там! Пойдем! Стой! Премьера фильма состоялась 5 ноября 1934 года в Ленинградском кинотеатре «Титан». Однако «Титан» не исправился с наплывом зрителей. Киноленту демонстрировали одновременно в нескольких залах. А в «Сатурне» Чапаева крутили ежедневно на протяжении двух лет. В 1935 году фильмом Чапаев открылся первый советский кинофестиваль. К примеру, идет отряд по ходным порядкам. Где должен быть командир? Впереди на лихом коне. Но братья Васильевы – далеко не единственные творческие деятели, обратившиеся к чапаевской теме. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Василий Николаев исполнил фрагмент из оперы Бориса Макроусова «Чапай». В 1961 году ее поставили в Чувашском музыкально-драматическом театре. А спустя год опера с огромным успехом прошла в Кремлевском дворце съездов. К сожалению, видеоархивы того выступления не сохранились, а костюмы оказались утеряны. Но сейчас в театре оперы и балета подумывают о том, чтобы восстановить оперу «Чапай». В современном, разумеется, прочтении. Мелкий след быстро засыпает песком истории. Или снегом. Но над глубокими отпечатками время невластно. Больше ста лет прошло с тех пор, как великий просветитель Иван Яковлев отошел от дел и уехал из Симбирска в Москву. А вещи в его квартире до сих пор ждут хозяина. Несколько комнат служебного жилья великого просветителя были обставлены небогато, но со вкусом. Кстати, практически вся мебель сделана в школьных мастерских. За исключением разве что рояля и вот этого дивана тет-а-тет. Юных экскурсантов и взрослых гостей непременно усаживают за парты. Именно с этих скамеек встали некогда поэт Константин Иванов, писательница Марфа Трубина, государственный деятель Даниила Ильмени, режиссер Максимов-Кошкинский, композитор Федор Павлов, и многие другие люди, посвятившие себя, по примеру учителя, просвещению чувашского народа. Так же, как и в Чувашии на Симбирской земле, в честь Ивана Яковлева названы проспекты и улицы, именные стипендии и профессиональные премии. Но главный след, который оставил на земле этот человек – гордость, которую испытывают люди за свое происхождение. Эп, чуваш, подорнасты пьют ран. Эп, чуваш, водорнасты пьют ран. Я ваш щук, мы с кем щук. Юра зэм берем пидинумай. Даша зэм шаптераптер айхай. Чуваш пур, шерчинь депорнать. Эп, чуваш, подорнасты пьют ран. Эп, чуваш, воданмасты пунран. Эп, чуваш. Любовь Орлова и Григорий Александров, Инна Чурикова и Глеб Панфилов, Леонид Гайдай, Нина Гребешкова. В истории отечественного да и мирового кинематографа обычное дело, когда муж-режиссер в каждом фильме снимает жену-актрису. В Чувашии тоже была такая пара. И своя киностудия тоже была. Основал ее театральный режиссер и Аким Максимов-Кошкинский в конце 20-х годов 20-го века. Всего за пять лет существования студия Чувашкино произвела шесть художественных и три документальных фильма. Это был настоящий культурный прорыв. Только за год, с октября 27-го по октябрь 28-го года на киносеансах побывали 67 с половиной тысяч человек. Надо сказать, что чувашская публика оказалась разборчивой. Если волжских бунтарей приняли на ура, то к Сарпиге предъявили ряд претензий. А документальный фильм «Страна Чувашской» вообще никому не понравился. Его назвали поверхностным и даже клеветническим. Правда, снимал его не Максимов-Кошкинский, а специально приглашенный из Москвы режиссер Владимир Королевич. Он так увлекся постановочными планами и чувашской экзотикой, что забыл о своей главной задаче показать достижения советской власти в Национальной Республике. Все сошлись во мнении, что Максимов-Кошкинский сделал бы фильм намного лучше. Скорее всего, так и было бы. Ведь все остальные фильмы, снятые трестом Чувашкино, публике все-таки нравились, несмотря на замечания. В 27-28 годах Максимов-Кошкинский выпускает одну из лучших своих картин «Вихрь на Волге. Ял». Автор и сценария режиссера, разумеется, Максимов-Кошкинский. В главной роли, разумеется, Таня Юн. Такой псевдоним взяла себе жена и муза Кошкинского, Татьяна Бурашникова. Выпускница физкультурного института, активистка, комсомолка и просто красавица. Кстати, и Аким Степанович и сам любил лицедействовать. В большинстве своих фильмов он выступает в качестве актера. Обладая несомненным талантом, Максимов-Кошкинский был особенно убедителен в роли крестьян, хотя к тому времени давно уже стал интеллигенцией и жил то в Чебоксарах, то в Москве, но никак не в деревне. В конце 30-х годов оба были репрессированы, картины уничтожены. К счастью, и Максимов-Кошкинский, и Таня Юн вернулись из-за стенков НКВД, оба дожили до реабилитации. А вот фильмы восстановить не удалось. В архиве электронной и кинодокументации чудом сохранились фрагменты лишь двух картин «Священная роща» и «Вихрь на Волге». А последним фильмом, в котором и Аким Максимов-Кошкинский выступил в роли актера, стала картина «Алитет уходит в горы» режиссера Марка Донского. Создание и становление любого государственного образования интереснейший и увлекательнейший процесс, особенно для историков. Чуваши, чьи территории до революции входили в состав Казанской и Симбирской губерний, не имели своей государственности, как, впрочем, и многие народы по Волжье. Все изменилось в 1920 году. Сколько мнений звучало в те годы, сколько решений предлагалось Волгокамский штат, Татар-Башкирская республика, другие геополитические инновации. Но самыми жизнеспособными оказались предложения Чувашского отдела при Народном комиссариате по делам национальности РСФСР. Возглавлял отдел Даниил Семенович Семенов-Эльмень, бывший СССР, журналист, видный к тому времени революционный и политический деятель, большой друг Чувашского поэта Константина Иванова. Они сошлись еще в Симбирской учительской школе, среди выпускников которой много известных деятелей Чувашской истории. Проект, подготовленный Эльменьем, лег в основу легендарного декрета в ЦИК и Савнаркома об автономной Чувашской области, подписанного 24 июня 1920 года. В декрете указывалось образовать автономную Чувашскую область как часть РСФСР с административным центром в городе Чебоксары. В состав вновь образованной административно-территориальной автономии вошли Чебоксарский, Цивильский и Ядринский уезды Казанской губернии, часть властей Буинского и Крумышского уезда в Симбирской губернии, а также Казмодемьянского уезда Казанской губернии. Не совсем то, что предлагали разработчики. Часть чувашских селений отошла к Татарской ССР. Но и это было беспрецедентное событие в истории нашего края. Практически сразу же встал вопрос о собственных государственных символах новой административной единицы. Автором первого герба и флага Чувашии стал питерский художник Павел Егорович Мартенс. Взяв за основу герб и флаг Советского Союза, он добавил к ним национальный узор и надпись на чувашском языке. Правда, просуществовали они недолго. Национальные элементы из герба и флага были убраны уже в 1938 году и вновь появились только в 1992-м. Как это часто бывает с зодчими, все помнят созданные ими шедевры, но не помнят фамилий авторов. Исключение разве что Эйфель. В этом смысле архитекторам Чуваш-граждан проекта также не повезло. Никто не помнит имен тех, кто работал 40, 50, 80 лет назад. Конечно, назвать всех в одной программе мы не можем, но кое-кого вспомнить просто обязаны. Вы никогда не задумывались, почему Чебоксары так не похожи на остальные волжские города? Все очень просто. В то время, когда был создан институт Чуваш-граждан проект, решался и вопрос о строительстве Чебоксарской ГЭС. Правда, никто толком не знал, где будет плотина, выше или ниже города. Поэтому при проектировании архитекторам приходилось проявлять творческие чудеса. Очарование старины, особая аура, магия, место, все это есть у Чебоксар. И всем этим наш город обязан в большой степени архитектору Феофану Сергееву. Он мог не только заглядывать в будущее, но и запросто превращал вчерашний день в актуальную современность. Комплекс административных зданий, где располагаются мэрия, Министерство финансов и природы, другие ведомства, Феофан Сергеевич создал из обычной школы, которую недальновидно построили на главной площади Чебоксар в 30-х годах. После войны Сергеев занялся оформлением площади в целом. И до сих пор она нравится и горожанам, и приезжим. Феофан Сергеев был приверженцем классицизма в современном звучании. Его здания отличались богатым оформлением. Одно из них, жилой дом на Карла Маркса, украшен, пожалуй, всеми элементами архитектурного декора. Кстати, а первый генеральный план города Чебоксары был утвержден в 1985 году. Эта часовинка установлена в деревне Тепнера Чебоксарского района на месте бывшей Успенской церкви, где в 1770-х годах служил священником Яков Данилов. Видимо, поблизости стоял и дом священника, где в 1777 году родился его сын Никита, впоследствии монах Иокинф Бичурин. А в 25 километрах от Тепнер в районном центре Кугесе расположился один из самых популярных у туристов музеев Бичурин и современность. Впрочем, не только у туристов земляки знают, помнят и гордятся тем, что выдающийся ученый родился именно в Чуваше. Ответы на вопросы викторины, посвященные Никите Бичурину, были яркими и подробными. Меня заинтересовало такой очень глубоко образованный, очень много языков знал, свободно владел китайским языком. Он последний и перенес, перенес, очень много болезней, тягот, лишений, когда монах, он все-таки не как мы светские люди живут, переболел холерой и прожил 76 лет. Сколько у него научных трудов и получил он в то время это очень престижная награда, Демитовскую награду. Сначала, правда, я нашел, что он три награды получил, только потом, уже в конце, уже в конце жизни он получил за последнюю работу вот эту Демитовскую награду. Что бы ни говорили и ни писали сегодня современные историки, до революции в России не очень-то заботились о всеобщем образовании граждан. Крестьянское население в большинстве своем владело лишь основами грамоты. Еще хуже дело обстояло на национальных территориях. К повышению культурного уровня инноверцев никто не был заинтересован. Не случайно при Николае I Министерство просвещения называли Министерством Затемнением. Безусловно, существовали и университеты, и училища, гимназии, и школы, но пробиться туда удавалось немногим. Взять хотя бы нашу республику, несколько человек исключение, лишь подтверждающие правила. Так что у новой власти дел было не в проворот. С образованием Чуваши работа на ниве народного просвещения развернулась в двух направлениях. Во-первых, надо было создать систему образовательных учреждений. Во-вторых, надо было обучить грамоте взрослое население. Ликвидация безграмотности была одной из самых масштабных компаний советской власти. Через ликбезы прошло около 200 тысяч человек. Трудно переоценить важность этой компании для общества. С распространением грамотности начала меняться жизнь Чувашской глубинки. Люди перестали ходить к знахарям, доверившись медицине. Матери согласились оставлять детей в яслих и детских садах. В устоявшийся за века обиход вошли культурный. В 1927 году правительство Чуваши приняло постановление о частичном ведении всеобщего начального обучения детей восьмилетнего возраста, закрепившего не только право, но и обязанность учиться. А с 1939 года учителя Чуваши начали получать государственные награды. Ответы на эти вопросы самые первые прислала будущая учительница Мария Майкова. Когда я отвечала так легко и так увлекательно, было столько всего нового находила, что впредь я буду призывать всех к этому. Это очень увлекательно. Нужны такие конкурсы, я считаю. Про него известный чувашский поэт Яков Хусай сказал «Я нашел героя нашего времени». Окончив Чувашский педагогический институт, Аркадий Айдак намеревался стать учителем русского языка литературы, но вместо этого попал на комсомольскую работу. Впрочем, и это не было призванием. Совсем скоро Айдак становится председателем колхоза. Причем колхоза не богатого. Но, кажется, именно это привлекло молодого максималиста борца за социальное равенство и справедливость. Очень ему хотелось сделать так, чтобы село жило настоящей полноценной жизнью, той, на которую способна. Айдак был глубоко обежден, в земле требуется совсем немного, только любовь и умелые руки. В начале 90-х годов колхоз Ленинской Искры стал базовым опытным показателем хозяйством по охране окружающей среды и рациональному природопользованию Минприроды России. А началось все с того, что в колхозе полностью отказались от использования гербицидов и перешли на органические удобрения. Айдак не разрешает срубить погибший от яда химикатов дуб, чтобы стоял как памятник неразумного отношения к природе, как памятник неразумного отношения к самой деревне. Натуральное хозяйство в лучшем смысле этого слова. Вот чего добивались в Ленинской Искре и добились таки. Главный принцип восстановить природный баланс, естественное соотношение. Экологосообразная система ведения сельского хозяйства, разработанная Аркадием Майдаком, была признана одной из самых эффективных в стране. Я выпускница Тюркской фермерской школы. Это в Маргарском районе находится. Экскурсия у нас была в Ядренском районе. хозяйство Ленинской Искры. Я вот лично встречалась с Аркадием Майдаком. И эта встреча мне запомнилась. Интересный человек. Очень интересный человек был. Разносторонний был. Не только о своем хозяйстве рассказывал, а о всем он мог рассказать, мне кажется. Очень удивительный человек. В этом году исполнилось 95 лет Великой Октябрьской социалистической революции. 25 октября по старому стилю, 7 ноября по новому, а между ними день памяти жертв политических репрессий, что неудивительно. Где революция, там и репрессии. Октябрьская революция в Чувашии не потребовала много крови. Здесь не расстреливали дворян и купцов. Они благополучно уехали задолго на начало политической бури. Не жгли помещиков, поскольку их вовсе не было. Крестьяне в республике были государственными. Эти самые крестьяне встретили новую власть с радостью и надеждой. Кровь полилась потом, когда надежды не оправдались. Основная причина это продовольственная политика, которая проводилась советским правительством. Речь идет про продразвертку. А вот поводом к восстанию явилась семенная кампания, которая развернулась в январе 1921 года. Но дело в том, что в это время возникла реальная угроза того, что засеять поля не удастся. Вот весной 1921 года. И советское правительство на 8-м Всероссийском съезде Советов приняло решение обеспечить засев полей различными способами. И одним из таких способов являлось создание семенных фондов. Общественных семенных фондов. Но крестьяне восприняли данное мероприятие как отнятие у них хлеба. Но дело в том, что здесь были и объективные причины, и субъективные для этого восстания. Объективные причины это то, что крестьянство к этому времени уже было очень сильно разорено. И уже осенью 1920 года мы наблюдаем фактически город в разных частях территории Чувашия. То есть здесь уже возникала угроза города и даже зафиксированы первые случаи смерти. Естественно в этих условиях крестьяне не готовы были расставаться с хлебом. Кроме того были субъективные факторы. То есть эта компания проводилась в спешке. Очень быстро. Ее в течение недели нужно было завершить. Собрать весь семенной фонд в амбары. И при этом собирали больше чем нужно для реального засева полей. Официальная дата это начало 19 января 1921 года. Именно тогда в селе Акулево произошли события, в результате которых пролилась первая кровь, был убит начальник Чебоксарского мобилизационного отделения Пучков. А отсюда оно уже распространилось на другие уезды. Фактически восстание заключалось в следующем. Крестьяне собирались, шли в свой воровостной центр и здесь устраивали погром воровостного совета, убивали коммунистов, школьных работников, активистов. Ну а потом приходил отряд, который в течение дня двух просто-напросто ликвидировал данное выступление. Или крестьяне сами, выпустив пар, расходились по домам. Со стороны советской власти погибших было 55 человек. Это коммунисты, школьные работники, активисты, комсомольцы. Вообще коммунистов определяли просто. По отсутствии христианских крестов на груди. Вот так. 55 человек. А вот со стороны восставших, конечно, погибших было больше. И так, потому что подавлялось с помощью военной силы, а потом уже осуществлялись репрессии. Есть различные точки зрения о количестве погибших. По нашим данным, по спискам, которые удалось выявить и которые опубликованы в данном сборнике, мы можем говорить от 513 погибших. Это точные сведения, то есть это пофамильные. 513 погибших. Но эти сведения неполные. Сразу скажем, то есть и количество погибших в реальности больше. События 1921 года настолько впечатались в память жителей Чувашии, независимо, по какую сторону баррикад они не находились, что никаких попыток выступить против действующей власти и существующего строя больше не было. Впрочем, это не спасло жителей республики от массовых репрессий, раскулачивания и коллективизация, борьба с национализмом, искоренение царских спецов и многое другое. Маленькая Чувашия хлебнула большого горя. Неудивительно, что ответов на вопросы этой телевикторины просто не было. Слишком трагическая страница истории, слишком глубокий след в народной памяти оставили эти события. Человек 85-летия, со дня рождения которого отмечали этой осенью, тоже оставил глубокий след в нашей истории, но совсем другого рода. Геннадий Никандрович Волков, учитель учителей, выдающийся советский российский педагог знаменит тем, что основал новое направление в науке – этнопедагогика. Среди его последователей и почитателей не только учителя всей страны и ближнего зарубежья, но и представители других профессий. К примеру, победитель нашей викторины Геннадий Кабаков, бывший следователь Министерства внутренних дел. Геннадия Никандровича Волкова я знаю уже давно, с начала 70-х годов, когда он еще работал в Чувашии. Вот, он одну книгу выпустил на чувашском языке, у него фамилия русская, но он написал «Хунатий Кашкар», я помню. Книгу даже читал, я эту книгу. Ну, я его жизнью и деятельностью постоянно интересовался. Вот и знаю, что он не только что там в Сахая-Кутии, он был и в Калмыкии, в Визье, пользовался авторитетом среди тюркоязычных народов. Несмотря на то, что культ матери существует у разных народов с древнейших времен, россияне начали отмечать День Матери как праздник совсем недавно по указу первого президента Бориса Ельцина. Впрочем, это не означает, что прежде мы не любили и не чтили своих матерей. В Чувашии, кстати, появился самый первый в стране музей материнской славы. Его основал бывший министр образования и кандидат педагогических наук Дмитрий Егоров, у которого было девять братьев и сестер. Вот они, матери, подарившие человечеству космонавтов и ученых, героев войны и труда, президентов и спортсменов. История нашей республики богата славными именами. А вот те, перед которыми мы, современные матери, просто преклоняемся. Издавна в Чувашии многодетные семьи не редкость, 6-8 детей обычное дело. Но представьте себе на минуту, у этих женщин не было ни газовых плит, ни микроволновок, что там посудомоечных. У них и стиральных машин не было. А самое главное, никаких пособий, чтобы прокормить своих детей. Они наравне с мужьями работали, не покладая рук. Представьте себе орден «Мать-героиня» и медали материнской славы появились в Советском Союзе лишь в 1944 году. Зато после этого многодетных матерей всегда выделяли и честовали. И дело не только в том, что у этих женщин было много сыновей и дочерей, но еще и в том, что все их дети были порядочными, честными и уважаемыми людьми. Все без исключения. Все передачи очень интересные. Давно я эту передачу смотрю. Давно, вот то, что там Сохой, мужик, это Паша, землю, то, что там хоровод вышли, тоже вот, тоже все интересно. Я говорю, как бы это записывать все? Все нам понадобится. Теперь у нас уже без электроники ничего, без мультимедиа мы уроки не проводим. Это все понадобится в жизни школы. Тем более, сейчас учители очень много требуют. сейчас везде участвовать должны мы в конкурсах, викторинах, олимпиадах. Вот и подошел к концу краеведческий цикл программ на нашем телевидении. Весь год мы изучали с вами историю, которую так бережно хранят коллеги из Государственного архива электронной и кинодокументации. Спасибо им за помощь и поддержку. Мы также благодарны победителям нашей телевикторины. Они тоже оставили свой след в истории и Чуваши, и нашего телевидения. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин